В Надыме вновь зазвучали фанфары. Коллективы духовых и ударных инструментов показали свое исполнительское мастерство на сцене городской школы искусств номер 2. Там прошел второй фестиваль ансамблей и оркестров «Надымские фанфары». Подробнее в нашем следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять коллективов – разнообразный репертуар. В этот день звучали классические произведения, современные эстрадные композиции и мелодии, которые полюбились многим с детства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Площадкой фестиваля выступает городская школа искусств номер 2, в которой создано свое оркестровое отделение. Такую базу оценили гости района – участники из Нового Уренгоя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что они здесь делают, это большое дело. Все-таки духовые инструменты – это довольно-таки сложный инструмент. И собрать детей, потому что коллективное музицирование всегда ценно очень. Это сплоченность, это какая-то ответственность. Поэтому молодцы вообще, что делают здесь надымчане. Очень удивило то, что в Надыме очень много детей занимается именно духовыми инструментами, потому что в Новом Уренгое это не так распространено. Как пояснили сами музыканты, на духовых исполнитель как бы играет своим здоровьем. В трубу или саксофон нужно не просто дуть, а правильно извлекать из них звук. Эти инструменты имеют большой спектр применения – от сольного до оркестрового. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если сравнить именно инструментальные какие-то вот, ну, такие инструменты, вот, допустим, фортепиано это же сравнить, и духовые. Духовые инструменты отличаются тем, что они более подходят к человеческому голосу, могут изобразить человеческий голос. То есть самый универсальный инструмент. Где-то, допустим, фортепиано сложно на одной ноте сделать, допустим, усиление звука. На духовых спокойно, дыханием даешь, и звук усиливается. Короли ритма ударные, они уступают духовым в мелодичном плане, но уместные и применяются практически в любых разновидностях оркестров. По итогам фестиваля были определены лауреаты первой, второй и третьей категорий. Все участники были отмечены дипломами. Мы с нетерпением ждали второго фестиваля, потому что первый вроде как задал какой-то тон, но интересно, как ребята сами, в основном для учеников, естественно, фестиваль придуман, как ребята взрослеют, что появляется у них новое в репертуаре, как их мастерство усовершенствуется. И я должен сказать, что уровень, репертуарный уровень этого фестиваля уже выше. На маленькую ступенечку, но выше. Организаторы надеются, что через год на дымские фанфары соберут больше участников, станет еще шире география исполнителей, а значит и сам фестиваль. Мария Коробова, Виктор Тюняков, программа новости.